здравствуйте дорогие друзья сейчас никто нам уже не мешает наконец-то до нас добрались максим ольга и борис борис все сейчас он пока рисует мы будем рисовать дом наш дом наш дом дальше давай тогда сейчас ты расскажи я расскажу да 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 конечно да вот но предысторию можно посмотреть предыдущих сериях последнее событие это покупка сосед не соседского участка участок у нас увеличился в ширину в два раза то есть сейчас уже 30 соток размер 50 в глубину 60 в ширину и соответственно скорее всего все что мы прорисовывали до этого либо минимум корректируется немного либо вообще переосмысливается ну и мы начинаем наверное с посадки дома на участок ну да ну вот сейчас у нас такой вот лес государственный не будем захватывать сразу ну и оставить потом ну тут немного маниловщины же может быть лес там и и дальше до реки это все наше вот и сейчас вот такой вот был участок так сейчас добавилось нас еще здесь совершенно шикарные пропорции вот и сейчас звук уберем вот и давайте свои мысли а потом мы до мысли ну во первых положение света да это юг получается у нас солнышко вот так движется закат примерно тут восход тут то есть у нас так как мы предпочитаем проводить время на открытом воздухе все увлечения у нас основном связано с нахождением хотелось бы участок максимально солнечную сторону его оставить вода вот этим отдыхе и то есть я представляю что дома мне нужно свой карандаш чтобы мы его не делили пополам вот то есть я понимаю что северную часть вот эту мы распределяем под технические постройки это гаражи мастерские там все эти строения может быть в ряд да тем самым это странились от соседа вот ну то есть это идеология которых там мы оговаривали проговаривали на она остается просто у нас есть возможность сместить это все и получить огромное пространство сада в чем еще задумка у меня была ну я там думал объединять ли этот участок в один по закону к сожалению нельзя потому что он получается больше двадцати пяти соток поэтому у нас по идее он будет на бумагах существовать как два участка это но не проблема строить даже на меже потому что это можно как угодно нарисовать с кадастрами инженерами но есть это не проблема мы дом можем разместить здесь 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 то есть ограничение нет еще у нас ограничение у нас газовый подвод находится вот здесь тоже с обсуждался газовиками не проблема хоть соседу соседней улице отдай этот подвод подпитываю то То есть это не проблема везти его сюда и подключаться. А здесь газа нет на этом участке? Вот на этом участке газа нет, не платили предыдущие хозяева. А здесь он уже торчит сосок. То есть это трасса есть? Трасса есть и уже есть вывод на участке. То есть она идет вдоль улицы и отсюда можно куда-то... Да, если есть лишние 200 тысяч, можно подпитаться вот здесь. Скажи честно, нет лишних? Их нету, и тем более они уже потрачены вот здесь. Они входили в стоимость этого участка. И мы лучше немножко там доплатим за монтаж трубы и доведем его на нужное место. То есть будем делать ее под землей все-таки, да? Я надеюсь. Газ, да, под землей пойдет. И, кстати, вот сейчас, когда до планировки дойдем, тоже надо будет думать, как у нас котельная, кухня, чтобы таких труб не было. Ну и вот основные ограничения. То есть у нас вот участок есть, дом можем размещать где угодно. Газ тоже не проблема в любой угол подвести. Так, и у тебя там новая идея? Давай вот дальше. Ты вот что рисовал, да? Сейчас небольшая воля. Чтобы опять не было упреков, что Максим придумывает себе дом, ты тоже подключайся. Если ты что-то, я что-то упустил про твои огороды, цветочки, ты подключайся и тоже говори, чтобы мы это не упустили. Последняя идея, которую мы подсмотрели в вашем бюро, это вот расположение комнат. То есть отделить строго, условно говоря, зону приватную, где находятся спальни, кабинеты, от гостевой зоны, где шумы, телевизоры, гремят там кастрюли, стиральные машины работают. То есть вот эта вот концепция нам с Ольгой понравилась. Только хотелось бы нам в эту схему доработать под себя. А именно то, что мы обсуждали, хотелось бы все-таки иметь какой-то технический выход в эту сторону, к гаражам, к мастерским. Потому что я подозреваю, что если у меня здесь мастерская гаражи, то у меня постоянно беготня в дом. Ну и самое главное, что из дома выйти все-таки в этот выход, второй выход, и чтобы выйти в сад, это все-таки вот так, а не вот так вот обходить дом. Ну, у меня почему-то представление, что концепция трех дверей. Первое – это гостевой, красивый вход посередине, вот почему-то он мне нравится. Второе – это технический вход, это грязный вход, зашел с гаража, скинул грязное все. А третий – это выход отдыхательный. Вышел на закрытую веранду, шашелки, также, может быть, это в сторону бани идет. То есть это отдыхательный выход. Как-то так потоки распроизводят. Ну, понятно, да. Тут Ольга что скажет, вот три выхода входа. У меня нормально. Единственное, я хочу, чтобы дом был не очень большой, чтобы не стать заложником уборки постоянно. Ну, да. Да, это сейчас до планировки, когда дойдем, насчет санузлов. Вы часто предлагаете это, мастер-спальню с санузлом. Оля – это такая, как это камень преткновения, когда много санузлов по дому. То есть есть общий санузел, есть для мастер-спальни санузел, есть еще и какие-то раковины в котельной, чтобы там собакам лапы помыть, поддоны. И главное опасение, что это все убирать. Ну, да, опять все в уборку убирается. Да, то есть все в уборку убирается. Ну, я не знаю, там, ну, минимум два санузла должно быть. Минимум два. Ну, конечно, я не знаю, там, все-таки хорошо бы для себя, чтобы было бам в кайф, да. А второй, там, санузел для одного-второго ребенка для гостей. Там же будет этот самый кран, чтобы наполнять там эти самые... Ну, по-хорошему, вот там, собаку, все вот эти технические нужды. Если у нас будет гараж рядом, мы можем там расположить. Собаку можно помыть и там. Ну, все равно там нужно будет, все равно там, да, есть вывод воды. Если это будет дом в деревне, то, скорее всего, собака у вас будет гулять по территории. Скорее всего, у нее будет там домик свой. Ну, скорее всего, это не домашний. И выньте собаку в санузле ребенка там или в вашем теле. Нет, я имел в виду, что у вас в котельной будет какая-то поддон для с охоты приехал, грязные ботинки помыл. То есть это, мы не будем называть его Ольга санузлом, это будет, это его будет личный санузел. И он там этот весь срач будет убирать он. То есть в ваших только вот санузел детский, он же гостевой. И все-таки, конечно, приватная зона, все-таки надо думать о себе там, а не обо всех. И еще у нас два пункта, которые мы хотим обозначить перед глобальным обсуждением. Это раскрытие на участок. То, что мы рисовали. Раньше у нас здесь был забор соседа, и мы однозначно все террасы, все главные виды мы на лес располагали. А сейчас у нас есть, получается, вторая опция. Кроме вот этого леса, который вот здесь идет, мы еще, как я думаю, вот здесь делаем сад, то есть со стороны юга. То есть сад, яблони, груши, и как раз, может быть, ну, не знаю, там, бани, где это надо будет думать. Но смысл в том, что уже мы к этому дому не вот здесь пристыковывали, а может быть летние посадки вот здесь все-таки. И они, может быть, даже будут более рациональны, потому что, ну, они всегда будут осуществляться солнцем. Гостинную, может быть, гостино-кухонную зону мы растягиваем вот так, может быть, а раньше мы вот так стремились ее сделать. Вот, то есть, может быть, вот это переосмыслить. И последнее, что я хочу сказать, это санузел с видом на лес. Мы посмотрели Good Wood, вот фреску, которую вы делали в своем фильме, где шикарные... Мы иногда их цитируем, хотя они совсем согласны. Шикарный санузел, окна там чуть ли не в пол, с видом, ну, у них там был пример с видом на соседский забор. А вот если у нас получилось бы вот здесь его сделать каким-то образом, то был бы классный вид, во-первых, ну, не соседей. Ну, при вашей спальне? Это надо подумать, да. Для себя ванной там или... Да, ванной. Лежишь там, да. Ну, обязательно, ну, вид на лес, никто не подсмотрит с улицы, это все закрыто. Вот, хотелось бы это тоже увидеть. Саша, спасибо тебе за эти кадры, ты сильно нам всегда помогаешь. Вот. Ну, это вот основные такие... Не, ну, я совершенно с вами согласен, то есть поменялась концепция. Вот все-таки, чтобы можно было, вот в ворота здесь, калитка, это в одном блоке. И мы вошли здесь, все-таки, в дом. Почему, понятно, да? А так, мы вошли, и потом вот так вот, здесь вот центр. Мы можем это место красиво выделить, отсюда можно будет сделать красивое там окно в пол или дверь в пол, какой-то выход, но все-таки, чтобы это было закрыто, ну, обозначить какую-то красивую тему. Почему я сопротивляюсь, как вы ее назвали, амфилада? Да, амфилада, да. Вот. Я не знаю, возможно это построить в два этапа? В три, в четыре, в пять. То есть... Навес, там, гараж. Нет, нет, нет. Появляется сначала тело дома. Да. Полностью под крышу, все-все-все-все. А потом мы начинаем делать вот эти вот... Нет, я бы делал бы, вот это сразу бы, вот это делать. Все равно вот мы вход вот отсюда, значит здесь появляется тогда тамбур. Тут такая штука, как мы не ворочим миллионами, поэтому нам бы хотелось взяться за дом. Надо себя заставлять. Мы стремимся к этому, но пока они не достигли. То есть нам бы хотелось все-таки сделать законченный дом, а потом года через два, через три накопить жирок, там раз в гараж. Тогда, тогда, может мы не будем здесь тогда делать тамбур, а сразу же вот иметь его в виду, то что это тамбур. Все-таки это тоже лишние деньги. Да, да, да. Вот, то есть я к тому, что мы хотели бы направить свои финансы, силы и все идеи на строительство дома, а уже потом вот эти гаражи, там, знаете, как они, не синие, а вот это вот, как она, промежуточная, эта зона, вот этот вот проход, сквозной, который, ну там, это здесь уже потом достраивается, там вот это все. Ну, просто сразу, сразу это нарисовать, по крайней мере. Я бы вот, видя, что у нас 30 соток земли, я бы не стал, честно говоря, лепить друг на друга дом, гараж, потому-то, ну, мне кажется, что, ну, не так уж и напряжно дойти до автомобиля, который, скорее всего, в гараже не будет жить, а он будет стоять где-то... Это будет мастерская, скорее всего. Да, она, скорее всего, превратится в мастерскую, машина перед гаражом, под навесом, и, мне кажется, не так уж тяжело мне будет дойти из дома. То есть, если мы говорим, что вот это вот, это котельная, во-первых, ну, как у многих стереотип, вот это вот, живет про мокрые зоны. Кухня мокрая зона, котельная мокрая зона. Вау, как классно получилось, трубы все рядом. Еще и тут тоже мокрая зона рядом почти. И мы учитываем, что здесь, например, ставится горшок, да, для гостей, и это уже санузел для гостевой зоны. А мы, там, допустим, вот эта вся приватная зона, ходит в свой санузел, ну, как мы сейчас хотим сделать, с видом на лес, вот как-то придумать. То есть, я когда котельную сюда располагаю, я сразу же думаю, что, а не плохо бы сюда и как раз к гостям ходить. То есть, значит, в котельной сделаем санузел, но никому об этом не скажем. А это плохо? А, это нельзя. Это запрещено. Это мы не будем этого делать. никогда так не делайте. Но никому не скажем это. то есть, мы сделаем, но никому не скажем. Все трюки выполнены профессионалами, не вздумайте их делать дома. Да. Да, вот. Ну, мне кажется, это нормальное место для котельной. Зашел. И у нас получается сейчас мы будем мечтать о втором этаже, о мансардном. Да. Мы не только будем мечтать, мы хотим запланировать сразу же не только этаж, но и нормальную, полноценную лестницу. Дай кальку, пожалуйста. Сейчас смотри, тогда может быть, если мы пойти по этому пути. то есть, тогда мы сразу вот у нас зона, если это котельная, топочная, здесь мы вошли и вот тут сразу же делаем лестницу наверх. Вот так. Смотри. Входим здесь, да, и лестница наверх. Вот так. Удобная, комфортная лестница. И здесь вот она пошла наверх, и у нас тут дополнительные места хранения прямо вот отсюда, у нас в интерьере. И поднимаемся на второй этаж. Так? Хорошо. Давайте возьмем острые карандаши, а то, мне кажется, мы не пришли. А вот тут, да. Вот у нас лестница пошла. То есть, вот вход у нас, да, вот здесь? И поднимаемся на второй этаж. Так? Давайте возьмем острые карандаши, а то, мне кажется, мы не пришли. А вот тут, да. Вот у нас лестница пошла. То есть, вот вход у нас, да, вот здесь? Правое открывание правой рукой, там у нас будет вот этот самый окна. Окна, да, в симметрии. Вот это у нас будет буквой П или буквой Г. П, и скорее всего остров какой-нибудь. Ну вот, может быть, даже вот. Да, да, вот так. Здесь какая-то брейкбастная даже там, ну, чтобы втроем или. И вот такой вот делаем. И летняя посадка. Здесь вот Ольга видит, да, то есть, у нее будет панорама, ну, там, единственное, там, что, занос продуктов вот сюда. или там захотим сделаем полностью вот так. Да, на самом деле, в самые первые варианты планировки, когда мы только вот самые первые идеи начали рисовать, у Оли первая мысль была, я хочу быть на кухне либо в гостиной, и в любой, в любой из этих точек я хочу видеть, что происходит на улице. Это не бзик, такой не бзик, но хочется контролировать, что на улице, кто подъехал, собака залаяла, что там происходит. Вот, вот это вот, шикарный вид, вот так, вот так, и вот она видит все вот это. Да, 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 да. И солнечная сторона, все ярко, классно. Здесь уже вот это вот, делаем блок красивый, с лестницей, который наверх, место хранения под лестницей. Здесь у нас будет вот такая входная группа с лестницей. Красивая история. Вот так. Здесь же может быть там этот самый, там уже Борис. Борис, там сейчас вот опять же здесь санузел. тут опять вот. Кабинет северная сторона. Здесь на один модуль мы увеличиваем. Ага, и вот тут уже у нас все получится. Если это кабинет, а вот это вот, это санузел для приватной зоны, вы сделали? Ну, санузел, я думал, там, если, допустим, вот, это, допустим, Борис, это кабинет, ну, вот, вот эта, ваша цепочка. Ну, с одной стороны, логично прийти в кабинет, провести гостя. Там крестьяне к тебе придут, там шапки будут, что-то там, да. Но, с другой стороны, отрабатывать дворщину, отдавать солнечную комнату себе, мне не хочется, я бы сюда Бориса посадил, но... это, что тебя отсюда выберут, и тут будет или второй ребенок, или Борис... Ну, да, если на второй этаж не переедут, то они... Ну, логика в том, что одна комната будет находиться прямо в проходной зоне, то есть, мы вот сохраняем, да, вот эту приватную... Ну, я думал, да, если это кабинет, то это будет, да, или... Ну, вот, минус этой схемы, это то, что кабинет на солнце, он далеко от всех хозяйственных проходов, потому, что у меня будут реально вот эти, постоянные машуты. Вот это кабинет? Да, скорее всего, это кабинет, как раз в нужном месте, у меня контроль улицы, кто там приехал, собака залаяла, сосед пришел там, машину угнали, то есть, я все вижу. Ну, все равно тут модуль нужен для санузла, то есть, получается, вот... Если мы добавим... Вот этот самый, если это кабинет, а вот это будем откровенно, это будет там... Скорее всего, может быть, даже вот это вот будет там... поменять. Да, это будет кладовая при кухне, постирочная, вот эта вся хрень здесь, а котельная, может быть, вот сюда. да, хорошо здесь будет шум. Вот это все, вот это она, чтобы у Ольги было все рядом, и она не бегала. Вот это банно-прачечный, весь этот здесь. Вот это вот красивая входная группа. Это вот кабинет, а вот этот вот блок, там, сделать... даже вот так вот, вот как мы это делали, там, санузел ваш, там, это ванная, там, умывальник, горшок, да, а вот здесь вот уже... Проходная гардеробная. Нет, санузел для... Так, это у нас... Санузел для... Второй... Санузел, но он освещается вот вторым светом. Он и гостевой, но тут надо вот это рисовать сейчас, просто здесь все равно, вот как-то мы... Получается... Ну, давайте на чистовую вот это нарисуем, чтобы понятнее было. Так, Хальков. Там, в какой момент, может быть, нам с Олей поменяться местами, она с вами посидит, подумает, или это мишанина получится? Не-не-не, сейчас это... Мы нарисуем, что там, да-да, не 10. Сейчас, может, она Бориса ложит спать, и все будет круто. Просто я бы ее заменил, она бы с вами здесь посидела. Сейчас по новой, начнем обратно все. Начнем с гепплана. Да-да. То есть вот, это вот зона, тут можно было бы вот опять буквой П, да, окна-окна, окна-панорама, фронт колоссальный, там, барная стойка, и там внутри, там, столик, чтобы втроем позавтракать, это классно. Вот. Вот это вот могла бы быть вся вот эта вот и кладовая, и прачечная хранение, ну вот это вот блок мы делаем, лестница на второй этаж, отсюда вот так, и место хранения под лестницей. То есть у нас получается снова входная группа с лестницей. Мы после дела проходим под лестницей, даже вот так вот, мы можем сделать лестницу, вот так. Ясно, окна там нормально. вот проходите, тамбур будет под площадкой, вот здесь вот у нас будет, вот эти вот совершенно, можно будет, и здесь у нас места хранения, прямо вот, ну вот так вот, да? Мы за эти 3 метра успеем подняться на высоту 2? Ну, по крайней мере, сейчас мы покажем это, сейчас вставим вот эти, сделаем вставки из, про место хранения под лестницей, мы в одном фильме это делали. Вот это 2 метра будет здесь точно, даже вот так вот будет. Вот. И лестница красивая в интерьере. Вот этот, мы говорили, это Борис, так? Вот. Здесь у нас будет блок, санузел ваш, и санузел Бориса, освещенный, ну вот, как вы хотите, на одной точке, просто там эти был, у него там будет душ, или ванная, у вас там душ или ванная, но с видом на природу, вот, и здесь вот, ваше спальне, вот, 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 если мы вот, так, 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 здесь котельная, у нас, это котельная сюда переедет, вход в котельную, как осуществляется, под, вот здесь проход, или как? Ну, в принципе, да, это хорошая идея, там, ну, не с приватной уже, не с приватной. Вот так вот, то есть, вот, под лестницей, вот, это у нас площадка, два метра, блин, как с тобой классно проектировать, вот, все, вот, ну, и тут, то есть, мы сделаем же дверь, и поставишь там все, что угодно, ну, здесь вот, котел вот такой, вот он будет, и вот такой вот бойлер, все остальное, там, гуляй не хочу, ага, то есть, вот тут, вот, ты из кабинета зашел, и все проверил, то есть, у тебя вот, котельную, что ли? Ну, у тебя будет самое шикарное место в доме, ну, просто, вот, и вот эта дверь там, да, которая мы дальше имеем ввиду, там, выход, да, да, вот, и этот блок там мы развеем дальше. Максим, что скажешь? Да все логично, мне кажется, но тут, то есть, вот это единственное, надо вот это сделать, или хорошо, или очень хорошо. Надо, да, подумать, то есть, вот это просто дочухать, как бы уже, конкретно с размерами. Я думаю, сейчас придет Оля, и она нашей идеей скажет, идите в жоп, идите. Зачем вы занимаетесь ерундой? Давайте сделаем один большой санузел, который будет общим, мне несложно вот так сходить. Скорее всего, она так скажет, потому что из кабинета я буду так же сюда ходить. это тоже, да, это нормально. Ну, в принципе, в этой вашей приватной зоне, пока вас трое, это нормально. да. вот и все. Тем более, здесь 4 на 2 модулем у нас получается, здесь вполне хватит. Ну, опять, проблема этой схемы, что у нас детская спальня находится вне приватной зоны. Если только мы... приватная, вот у нас, вот у нас, вот у нас, вот. в принципе, мы можем сделать это вот так, вот так и вот так. Да, кстати. Вот. И вот это будет вот, это будет в тени, а тут просто вот, да, мы потеряем санузел в размере. здесь вот, здесь можно футбол играть. Ну, да. Ну, это надо посмотреть. То есть вот это, кстати, вот это, мы такое же решение делали в этом самом, Мечтаева, там, две эти спальни. И вот, вот это, вот она, а вот она полностью вся приватный, приватный блок. Это вот уже резервная там, и шикарная лестница. Здесь вот чистая стена, вот. Картины. С портретами там. Да, да, семейные портреты. а это вот очень красивая, вот эта вот зона получается. Холл большой. и вот это вот, вот она будет работать вот так. Вот это тамбур, вот он. Даже этот тамбур можно было бы, там, вот, сделать, теплый сделать здесь, вот его увеличить. Даже вот так вот. Ну, сейчас подумаем, что вот это. И получается вот, смотри, что вот, симметрия в чистом виде, то, о чем ты мечтал. Да, 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 да. Потому что мне все время нравится, вот именно, вот окна, да, вот, чтобы все было симметрично. сейчас сделаем все, вот это вот все. Угу. Че? Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok